Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС в Украине выросло до 10 человек. Об этом заявил глава МВД, который отметил, что это данные только по правому берегу, находящимся под контролем Украины. Также в ведомстве объявили, что в Херсон направят дополнительные силы коммунальщиков из других регионов, а также спецтехнику. А прибывший с визитом глава МАГАТЭ заявил, что предстоит программу помощи в ликвидации последствий прорыва дамбы и оценить ситуацию на Запорожской АЭС. Между тем, вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и сообщают о первых успехах. Американский институт изучения войны утверждает, что украинские войска деоккупировали по меньшей мере четыре села. Что говорит российская сторона, узнаем далее. Бригада морской пехоты из Одессы освободила село Сторожевое Донецкой области. Момент, когда украинские военные поднимают флаг страны на въезде в населенный пункт, опубликовали в соцсетях позже. Замминистр обороны Анна Маляр сообщила, что украинская армия взяла село под свой контроль. Операция началась в 5 часов утра. Я сел в бронетранспортер и принялся атаковать. Первоначально противник сопротивлялся, пытался контратаковать артиллерии. Нам удалось перехватить инициативу и потихоньку, дом за домом, мы отвоевали село. Около 50 рашистов были убиты, четверо взяты в плен. И четверо рашистов было взято в полон. В минувшие выходные украинские военные взяли под контроль еще три поселка на границе с Запорожской и Донецкой областей. Все они находились под оккупацией с начала войны в соседней стране. Выгоняем с нашей родной земли ворога. Это самые приемные чувства. Украина переможен. Украина понадобственно. Это первые территориальные трофеи, подтвержденные Киевом. Остальные населенные пункты находятся в серой зоне. Тяжелые бои сейчас идут и в Бахмуте, где украинские военные пытаются взять город под контроль. После того, как наемники Вагнера отступили и сдали свои позиции российской армии. Дистанция! Украинские силовики сегодня утром заявили, что Россия занимает оборону в Запорожской и Херсонской областях. В то время как украинские силы активизируют действия вдоль линии фронта. В Москве не стали комментировать информацию, поступающую из Киева. Но представитель российской армии заявил, что атаки украинцев отбиты. В своем последнем анализе Институт изучения войны оценивает, что Украина проводит контратаки на четырех участках фронта. Тем временем Киев и Москва осуществили очередной обмен пленами. Продолжение следует... Продолжение следует...